Всем доброе утро! Всех с Новым Годом! У нас сегодня 1 января с пальмами. Правда, без солнышка, но зато с пальмами. Скажи всем с Новым Годом! Куда мы с тобой идём? Завтракать. Мы идём на завтрак вдвоём, потому что все остальные спят. В общем-то, я вчера легла спать раньше всех. Все до трёх, до полчетвёртого там гуляли. А это по этому времени. Значит, получается, до четырёх, до полпятого по Саратову. А я уже 2 часа по Саратову в час на Сочи легла спать. Вообще, я уже сидела и засыпала, честно. У меня режим. Кирюша спит. Ребята всё спят, Артём спит. На завтрак, я так понимаю, они не пойдут. Завтрак до 11. Мы сейчас в отеле Сочи парк. Здесь мы до пятого, и мне очень напоминает местность Турцию. Бассейны, пальмы, такая инфраструктура. Очень напоминающаяся, напоминает Турцию. А ещё, кстати, кроме вот этой столовой, где у нас трёхразовое питание, дополнительные кафешки есть. Вот это раз. Вот это бар два. Их, по-моему, 5 всего разных баров, разных кафешек, где можно в течение дня купить, покушать. Красивые фонтанчики. А ещё тут есть домики прямо на воде для птичек. Попалась. Сегодня такой большой выбор на завтрак. Мы просто ещё пришли пораньше. Мы взяли блинчики, макароны с сосисками, запеканку. И я взяла ещё курочку. И на завтрак дают кофе. Ой, мама! Приятного аппетита! Спасибо! Смотрите, насколько близко чайки. Вот они. О, какие красивые! Блин, они у меня тут головой! О! Они дерутся за еду. Сейчас утка их там разгонит. Столько людей на завтраке. Вообще, вы не представляете. Все идут попозже, потому что 1 января. Там такие толпусы. Вы помните попёрт. И теперь... И порыщить ничего. Сесть некуда просто вообще. Еда есть, но сесть некуда. Пока на улице начался снова дождь. Мы лежим в номере. Я немножко сделала уборочку. Сделала уборочку. Гриш, хватит мне фотографировать. Гриша взял морцовую камеру и фоткает. Улыбочку. У меня ещё пойдёт сосуд. Смотрим служебный роман. Какая компания? У меня есть Чупачуп со 100 слоев. Чупачуп за 200 рублей. Кирилл пошёл себе купил свои деньги. 100 слоёв. Представляете, Чупачуп за 200 рублей. Вот это цены в Сочи. 100 слоёв. 100 слоёв. Это много очень. В общем, вот так лежим, отдыхаем. Потом будет обед. А потом, я надеюсь, мы пойдём гулять. Как мне нравится этот фильм. Любим. Особенно сцены, где они поменялись ролями. Обрат в спутник. Намёк, да? Он тоже внутри меня подавился. Я остался, как вы совершенно справедливо заметили, как болван, потому что вы раскатиковали мой отчёт из Павелии. Это вилы честь. Двое от Коха или трое он там надел. Ну, у меня свои её. Что в сравнении с вашей безграничной разогливостью? Хочу посмотреть, какая там погодка. Показывает 9 градусов. Дождь закончился. Ура! Вот море находится вон там. Надо будет прогуляться до моря. Мама, там моя. Иди обувайся. Там моя. Мама, там моя. Классная погодка. Сейчас потеплее. Оденемся и уже скоро идти на обед. Что ещё делать 1 января? Ходить на завтраки, обеды и ужины. Ну, какая-то у нас такая программа сегодня. Мне очень надеюсь, что мы до моря дойдём ещё. Снова здравствуйте. Время обеда. Теперь все с нами. Кирилл, Артём. Все идут обедать. Слушайте, на обед никого. На завтрак это было столпотворение. На обед вообще свободный. Не самый популярный обед. Тут кетчуп странного цвета. Вот я буду селёдочку с укропчиком. Селёдочка с луком. Так, опять колбаска, овощи. Капуста, морковка, капуста. Вот эта штука с фасоли вкусная я пробовала. Овощи, овощи, рыба, плов. Пельмешки будешь, Гриш? Или пловчик? Хорошо, тихо-тихо, руку убери. Это картошечка, это, наверное, котлеты. Жаркое. И супчики. Мы зашли в магазинчик, который находится на территории. Трубочка. Обязательно. Трубочка обязательно. Купили два дождевика. Мы с Кириллом собрались на рыбалочку сходить. Если пойдёт дождь, у нас есть дождевички вот такие. У Гриши есть зонт. А рыбалка находится вот здесь. Кирюша узнал, 300 рублей стоит безлимит. А ты спросил, как рыбу... 300 рублей безлимит. А ты спросил рыбу, которую мы поймаем, надо покупать? Или что? Сколько она стоит? Мне кажется, надо будет ещё её покупать. А там можно её пожарить, кстати говоря. Немного о ценах в Сочи. Вот эта штучка стоит 170 рублей. Свитбокс. Гриша хотел выбрать свитбокс, который стоит 99. Ну, или 120. Здесь стоит 270. Давай посмотрим, что там. Эта штучка стоит, по-моему, 40 рублей или 50. О, раскраска какая-то. Ну, я так понимаю, что просто грибочки и раскраска за 170. А, и магнитик вот ещё. Можно ли я грибочек? А если я могу дать это? Стоит 170 рублей. Можно? Всё, даже игрушки тут нет, только грибочки. Я даже не опорю. И магнитик как ниже нет. Ну, да, ещё магнитик. Ну, магнитик, конечно. Давай. Это крабсбургер. Какой он хорошенький. Этот чудо-плащ-невидимка стоит 270 рублей. Ещё он жутко пахнет пластиком, ковриком вонючим. Ну, я надеюсь, он выветрится. Ну, качество, кстати, ничего такой плотненький. Из капюшона. Как какой-то халат, который медицинский надевают, когда приходят в гости к посетителям. Верле-посетители приходят к своим родным и надевают халат вот такой похожий. Артём с Гришаней пошли на тихий час, а мы пришли на рыбалку. Взяли с собой дождевики, зонтик. Кармарчик они забыли. Игрушку, которую под ёлкой нашёл. Вчера мороз. А, точно. Ну, просто. Так, называется Карасёва. Такая рыбалочка. Смотрите, у нас нашла... Ага. Так. Карасёва. Клюёт лови. Просим вас не плавать. Нет, придать его присмотреть. Сюда нужно? Так, рыбалка стоит 300 рублей. Нам сразу сказали, что здесь не ловит. Но Кирушка согласился. Говорит, ну и что, я хочу половить. Ну и ладно. 300 рублей взрослая. Если ещё ребёнок с вами, можно ещё доплатить 150 за детскую удочку. Но ловит только весной, сказали. Кируша сказала, всё равно я буду ловить. Ну, пусть ловит. Хочет ребёнок половить. Может, ему повезёт. За 300 рублей ещё дают ведро, чтобы складывать рыбу. И кукурузу в стаканчик. Но я думаю, что... Давай, готов? Подожди. Сначала размотать. Подожди. Готов? Так, давай. Погоди, погоди. Вот сюда. Давай, отпускаю? Давай. Ну ты отпускай рукой. На. На, сам отпустишь, Кирилл. Ну давай. Себя только не заменять. Да чё, как... Вот это ты даёшь. Всё, давай. Рыбак счастливый сидит. Поплавок должен встать у тебя. Вот, всё, держи. Говорят, последний раз в ноябре ловила. И сегодня будет второй раз. Да, Кир? Ну ребят тоже там не ловит ничего. Кофе возьмите или там? Хорошо, сейчас возьму. А беседки стоят, я забыла, 500 или 1000. По-моему, 500 рублей час. Ну, может и 1000. Да, и рыбку, которую вы поймали, можно приготовить за 100 рублей на мангале. Вот, но... Или отпустить её можно, да. С собой нельзя забрать. Летом здесь классно. Можно посидеть там, поотдыхать, рыбку половить. Мы решили посмотреть вообще всю территорию. Так, это что тут? Велком кафе, сэндвичи, чабата, пиво, вино. Людей не очень много. Вообще никого почти. Идём смотреть дальше. Тут вообще есть теннисный корт, фитнес-зал. Вот, смотри, пляж. Баня. Автобусная остановка, шедо-станция. Идём разведывать обстановку. А вот теннисный корт, судя по всему, видишь? Ну, из дождя он закрыт. Это баскетбольная площадка, теннисный корт. Какие красивые мешки. Там слоники ещё есть. Так, спа была там, мы про спа не узнали. Ну, ладно. Идём ещё смотреть. А это что? Не знаю, что это. Похоже на аэропорт. Терминалы. Вот ещё красивый бык. Это вот какое-то кафе. Вот это ещё кафе. Вот это вот суши, которое я показывала с другой стороны. О, это что? Это прудик. А вот это вот, где мы кушаем. Вот, только мы с другой стороны заходим. Как раз кружочек сделал. В середине мы ещё не ходили. Тут ещё есть детские аттракционы. Но они не все работают. Вот эти, например, не работают. А, Тир вон работает. Какие-то аэрогикеи есть. Рыбалка есть под дождём. Килл, кстати, так ничего не поймал. А вот это уже Сочи парк. Вон он, да, начинается, где мы были. Вон, едут прикольно. Да-да-да. И вон ёлка, под которой мы фотографировались. Делали фоточки. А здесь можно выйти, получается, да? И пойти в Сочи парк. Здесь выход? Наверное, да. А ещё огромный корпус здесь. На прокат можно взять велосипеды, электробайки, пигавилы, самокаты, детские коляски, машинки. Вон, всё здесь. Ну, так как ни погоды, даже ничего не покатаешься особо, да? Да. Так, смотрите, здесь есть банька, вон она. Видите, вот этот островочек? Это всё баня на дровах. Так, и ещё тут есть бар прачечный. Называется 40 градусов. В общем, пойдём здесь, Люб. Здесь вы можете постирать вещи. А пока вещи стираются, вы можете попить чай, кофе, вино, шампанское, коктейльчики. Вот, посидеть. Прикольно. А вот стиральные машинки там должны быть. Вон они стоят. Мы пойдём стирать, наверное, завтра. Ну, или сегодня пойдём стирать, или завтра мы подумаем, когда нам, да, постирать. У нас уже вещей накопилось, кстати. Надо посмотреть режим работы. До 22.00. Вот, наша тема, смотри. Всё, мы и договорились. Самое главное, почём стирка, да. Здрасте. Вон прикольно. А почём стирка? А, вот. Так, стирка, сушка. 300 рублей. Здесь же можно, кстати, и погладить. 300 рублей и сразу сушка, Люб. Всем доброе утро. Сегодня у нас 2 января. Мы в городе Сочи, точнее, в Адлере. И у нас за окном идёт дождь. Всю неделю, по прогнозу, будут идти дожди. На Красной Поляне вроде бы снег будет завтра. Мы собрались завтра на Красную Поляну. Сегодня хотели прогуляться до моря. Море вон там. Сейчас, наверное, наденем дождевички и пойдём прогуляемся. Вот такая вот погода будет всю неделю у нас. У нас. Вот. Хорошо, что мы успели сходить в Сочи парк. 31 декабря мы были в Сочи парке. Была шикарная погода. Плюс... Да, плюс 20 градусов. Вечером, правда, было холодно. А так мы успели покататься. Прям вообще просто. Мы красавчики. Сейчас я смотрю. У нас Сочи парк видно из отеля. С территории. И там видно самые большие аттракционы, которые, когда мы были, катались каждые там 3 минуты, каждые 5 минут. Мы сейчас шли на завтрак. И завтрак, и только один раз вот эта вот каруселька самая большая вверх-вниз скаталась. Говорит о том, что в дождь очень мало там людей. Нет, ты разделся. Куда ты пойдешь? На балкон? Нет, конечно. Так, мы здесь до 5-го числа. 5-го у нас уже поезд. 5-го же, да, у нас поезд? 5-го до 12-ти мы должны выселиться. Чего ты залез? Скажи всем доброе утро. Всем привет. Всем доброе утро. Как дела у тебя? А я уже спал. Ты поздравишь всех с Новым годом? Новый год я уже поспал. И поел. Нет. Скоро опять будет обед. И опять надо будет поспать. Я ты и поел. Такой ленивый образ жизни. Поспали, поели, поели, поспали. Надо срочно нам организовать какое-нибудь культурное мероприятие. Пойдем на море сейчас прогуляемся. На море пойдем? Я, ты и море. Я, ты и море. Ну что, в итоге прошло несколько часов, 2 часа. И ребята наши сняли машину. И мы сейчас поедем, наверное, на Красную Поляну. Хотели завтра поехать, но поедем в итоге сегодня. Они пошли машину забирать, потому что ее привезли сюда доставкой. И оформлять договор они пошли. Нужно будет оставить залог 20 тысяч. И вот если вдруг как-то случится, за этой суммой будут удерживать. По-моему, они на ВИТе нашли объявление. Много, кстати, что занято. Много вариантов, в которые мы звонили, заняты. Сейчас все снимают машины и катаются. Двигаются туда, куда им надо. Но, в принципе, это нормально, потому что такси выходит вот нам на 1, 4, 6 человек. Мы 7-местную машину заказываем. Выходит там 500 рублей, 700 рублей, 400 рублей. Вот от одного точки в другую. Поэтому смысл есть заказать каршеринг. Но что все это будет бюджетнее, чем выкоднее, чем каждый раз оплачивать такси. Особенно, если много кататься, много двигаться. А на Красную Поляну ехать где-то 50 минут, где-то час туда, час обратно. Уже облака. Кучи облака. Мне кажется, что-то капает. Здесь как облака, а в леска. Теперь я ничего, где же. Там даже снег лежит чуть-чуть. Конечно, там катаются на тех сноубордах, лыжах. Это еще пока нет. Там будет еще снег. Прям много снега. Начинает появляться снежок. Я увидела 16 водопадов. А мама всего лишь 2. Машину мы припарковали на Красной Поляне. Но есть одна маленькая проблемка. Это вот такая погода. Это весна. Весна и все тает. Очень плотно. Много машин. Ой. И тут просто такая каша. Кирюшка, давай за нами. И отставай. Вот такая вот погода на Красной Поляне. Обнимашки! Мама, подогласируй нас. Мама, погоди, дай ручку. Мама, фоткайте нас. Давайте здесь. Переходи, ручки. Давай, Гриш, быстрее. У нас папа ждет. Давай, быстрее. Как зовут, мальчика? Гриша. Обнимай, Гриш, меня. Скажи, мам, привет. Мама, сфоткали, говорите, есть. Да. Опаньки. Зеленый. Вон и горы. А мы там должны еще успеть. Давайте быстрее. Канатная дорога. Здесь касса. Что, сколько стоит? В единых абонементах. День и вечер. Как красиво. Ой, блин. Роллы. Кафе Люди. Ресторан-бар. Как красиво здесь. Мы здесь были летом. Вот, буквально полгода назад. Да, были полгода назад. Осторожно, Артем летит. Как его звали этого? Юпи. Нет, как Нипи. Помнишь Смазки фильм? Я помню, да. А как звали его? Да, да. Ой, там елка. Мы сейчас туда пойдем. Гриша, пойдем. Мари, снеговик. Ай. Мы решили пойти в Чихану. Чихана, еще и узбечка. Вот как раз люди выходят. Мы хотим. Что мы хотим? Хинкали или что? А, этот. С сыром, как она называется, забыла. Так, нам нашли столик. Вот это надо, да? Красиво. В стажерщике. Здесь детский уголочек. Гришуль, все хорошо у тебя, Гриш? Решаня? Гриш, посмотри на меня, Гриша. Соскучился по игрушкам, парень. Сейчас покушать принесут, я его позову кушать. Где-то можно телевизор посмотреть, поиграть. Там ямчик. Ммм, с мидиями. Люба, что у тебя такое? Слушай, а у нее на пюрешке, наверное, на какое-то, да? Жареный лук, индейка. Так, это овощи, гриль. А это шашлык из... Забыла из чего. Из баранины. Все очень вкусно. Слушай, это больше на пирожки похоже. А как их брать? Точно хинкали? Это манты. А, манты точно. Хинкали с этой, а манты без этого. Просто на улице бьет дождь. Вот, бухгалка. Люба. Карточка от отеля. А где у нас Гриш? Смотри, как сколько там... И вот тут тоже такие штуки красивые. Как в Москве. Как красиво. А чем, идем? Тут даже спортмастер есть. Глория Джинс. Тут реально просто торговый центр. Спортмастер. Они налево. Просто начинается ливень. Вы представляете вообще? Я, ты и море. Я, ты и ливень. Чупа-чупс, вынь изо рта. Улыбайся. Я, ты и дождик. Сейчас. Отлично. Все. Это какой-то кафе. Пойдем, там базарчик какой-то. Ух ты, ничего себе. Да-да-да. Прикольные штуки. Они что, светятся? И очки? Ну, а что ж, нет? Кью-то. Кью-то. Кью-то, кью-то. Это обезьянка? Нет. Вот эти веночки очень красивые, смотрите. Очень красота. Так. Ну что, кто у нас счастливый? Кто пойдет в казино? Да-да-да. Очень красиво погулять. Но на розу хутор мы поднимемся. На розу хутор, а наверх мы подниматься не будем на высоту. Мы поднимемся завтра. Оденемся потеплее, возьмем сменные носочки. И завтра поднимемся. Здесь очень красиво. Просто так. Несмотря на погоду, очень-очень круто. А вот там, кстати, находится отель Marriott. Вот он, красненький. И там находятся... Это игровые автоматы, а там находится... Скажите, как называется этот? Казино. Вон там. Вот сюда нельзя азартным людям. Можно проиграть много денег. Я азартный. Все, бежим. Тихо-тихо, смотри. Здесь моя. Ну, мне кажется, вот сюда въезд по этим, по пропускам. Вот здесь вот, тут шлагбаум, вот сюда въезд. Вот здесь они стоят причем. Мы дошли до моря. Смотрите, какие волны. Обалдеть. Как их слышно. Смотрите, какое оно холодное сейчас. Они прямо рядом, смотри, люди стоят с морем, да? Вообще... Пойдемте влево, может, или что, вправо вы хотите? Столько кафешек. Магазинчиков. Так классно на набережной. Семейное кафе вместе на море. Ну, какие ангелы, ничего себе. Ангелы Чарли. Очень длинная набережная, в одну, в другую сторону. Все представители купили билеты. Пойдемте рядом с нами.